Братан, как твоя жизнь, здоровье? Не жалуюсь. Не жалуюсь, потому что всё идёт так, как я не мог себе предположить. Здравствуйте, люди мои дорогие. Меня зовут Мария, и сегодня у нас в гостях Константин Садовский. Я его вижу сегодня впервые и, возможно, больше никогда не увижу. Костик, привет. Привет. Как ты сам себя видишь на сегодняшний день? Отлично вообще, лучше всех. Почему ты согласился прийти на эту беседу? Тебя, может, заставили? Нет, никто не заставлял. Интересно себя услышать. Вот тут, ты видишь, лежит коробочка. Как ты думаешь, что в ней лежит? Попробуй просто угадать первое, что придёт в голову. Презерватив? Всё, возможно. Свет тут падает, и больше, кажется, ничего не существует. Как думаешь, может, мы есть чудо? Не, мы не чудо. А кто мы? Паразиты. Паразиты конкретные причём. Мне бы такой подход к жизни. Костик, представь, вот космос, вот как бы люди здоровались в космосе? Давай поимпровизируем. Не здоровались бы они. Я бы точно не здоровался. Ты неприветливый? Я приветливый, но я хотел бы, чтобы меня инопланетяне забрали. Но не прилетают они за мной. Просто забрали, да. Пусть даже, чтобы я там им что-то строил. Но, чтобы не видеть вот этого всего дерьма, которое окружает меня. И не только меня. А если бы я тебя встретил, да, в космосе? Я бы удивился, что встретил тебя второй раз. Потому что ты говорила, что, скорее всего, не увидишь меня больше никогда. Разумно. Откроем ворота или они и так открыты? Смотря какие и куда. В ад. В ад? В ад мне всегда открыт. А в рай? И туда тоже. Всё зависит от меня, куда я захочу больше. Ты в детстве чувствовал себя долгожданным ребёнком? Долгожданным ребёнком? Я в детстве не хотел вылазить из мамы 10 месяцев. А чувствовал ли я себя долгожданным ребёнком? Нет. Но благодаря тому, что я родился, моя мама осталась жива. А как это так? У неё там по-женски были проблемы большие. И врачи сказали, что она должна родить ребёнка для того, чтобы жить дальше. Тебя любили родители? Да, конечно. Ты, может быть, помнишь какой-нибудь момент из детства, когда они к тебе проявляли любовь? Да, постоянно. Постоянно ко мне относились. Как ребёнку. И шлангом получал, и верёвкой, и скакалкой по жопе голой. Ну, за дело. И ты думаешь, вот это всё помогло тебе вот сейчас, вот в будущем? Очень даже. Если я сейчас живу с таким мнением, что не стоит детей бить, как били меня, допустим, сестру мою младшую, ну, или там старших, брата, сестрой. Воспитание было раньше такое. То есть сейчас, я думаю, больше на нервы действует детям, и они запоминают лучше, когда ты начинаешь с ними разговаривать. Без всякого физического рукоприкладства. А любили меня, меня до сих пор любят. Единственное, что батька, не знаю, где он там выбрал, что он там, ад или рай. А так, я не умею любить. А у тебя дети свои есть? Есть. Есть, и не один, даже не два. Три. И вы вместе живёте? Нет. А где они сейчас? С мамами. Вот ты родился в год тигра, а мужчины в год тигра — это самые настоящие источники любви. Вот как так ты не умеешь любить? Потому что есть же баран. А баран — это не тот, который умеет любить. Да, он неравнодушен ко всему. Но с ним уже отношения не иметь. По крайней мере, пока он сам этого не захочет. Костяк, ты можешь мне даже не рассказывать, то, что ты овен, это вообще ничего не решает. Потому что они всё равно по-настоящему источники любви всегда. Единственное, что в жизни получается, это расположить к себе людей. Чтобы люди чувствовали себя по отношению ко мне более уверенно, что ли, или более открыто со мной. Потому что я такой человек. А насчёт любить, во-первых, я не знаю до конца, если вообще ли знаю, что такое любовь, во-первых. Но, во-вторых, я в своей жизни убедился в том, что если бы я любил кого-то на самом деле, то и, наверное, я совсем другой был бы человек. Я так был. Ну, любовь, это реально, это действительно самое злое, что есть вообще в этом мире, я так считаю. А для меня любовь, это, наверное, и, наверное, скорее всего, то чувство, которое не пойму никогда. Я понимаю, что такое страсть, я понимаю, что такое преданность, но что такое любовь? Не знаю, хотя постоянно о ней говорю. И ответить так, что мне она не нужна, значит, соврать самому себе. Значит, остановиться в жизни. У тебя сложный характер? Очень даже. Но, как я говорил, даже с этим очень плохим и сложным характером я умею расположить к себе людей, чтобы люди откровенно со мной разговаривали. Но не все есть такие люди, которые от природы не умеют говорить, и противные. Уродливые, противные. Которые мантипатии. Ты хочешь иногда быть ребенком? Иногда, может быть, да. Иногда хочу, но иногда больше не хочу. Потому что вот эта беззащитность, неуверенность в себе. Не, не хочу. Иногда, но иногда я очень хочу быть ребенком, который спит, и его будет в школу, допустим, да, и он говорит, у меня там болит что-то, и не надо идти в школу. Сейчас всегда надо идти на работу. И тогда я хочу болеть, но я не болею, как назло, в самом и себе. Ты боишься темноты? Больше нет. А раньше боялся? Раньше, да. Раньше боялся, потому что мне казалось, что там кто-то сидит и по-любому меня схватит. А ты много чего боишься? Немного, наверное. Ничего, я боюсь. Я что-то боюсь. Но не сейчас. Боюсь, что дети мои урут раньше, ниже, чем я. А ты общаешься с ними? По возможности. Общаюсь, конечно. Со старшим не общался много лет. Даже очень много лет. Поэтому он меня сейчас называет Костя. Сколько ему лет? Старшему? Тринадцать. То, что помладше. Восемь. У моей дочки пять. А с дочкой часто видишься? Не видел ни сына, ни дочку последние два года, наверное. Как грустно. Это я сам виноват в этом. Все зависит только от нас. От людей. Чего мы хотим. Чего мы боимся. О, про боюсь. Боюсь встречи с ними. Потому что знаю, что без слез это не пройдет. Ком в горле встанет. И сказать ничего не смогу. А ты их, допустим, поздравляешь с днем рождения по телефону? Да. Поздравляю. Ты трус? Да. По отношению ко многим вещам. Слабак. Больше так. Иногда мудак. Тебе часто снятся сны? Довольно-таки, да. И что же тебе снится? По-разному. По-разному. Бывает, что если я очень хорошо помню сон, когда просыпаюсь, обычно их забываешь. Если ты ночью проснулся, то еще если ты его помнишь, то если ты уснул, на утро уже не помнишь. Ну, можно еще и другое приснинуть. В сонник бывает залезешь, посмотришь, что это значит. И так оно и есть. Самое прикольное. Что такое харизма, по-твоему? У меня нет харизмы. Допустим. Харизматичный. Кто у нас был харизматичный? Не, ну в принципе я считаю, что у тебя есть харизма. Потому что с тобой я могу нормально общаться, мне интересно. Бывают такие люди, с которыми вообще общаться невозможно. Вот. Сами по себе. Вот. Я тебя понял, что ты имеешь в виду. Как я и говорил, что я умею располагать себе людей. Но они потом часто видят мою другую сторону. Костик, а я харизматичная? Довольно-таки, да. Ты не уродина. Спасибо. Что такое добро? Добро. Чистота. Чистота души. Это добро. У тебя есть чистота души? Я стараюсь так жить в последнее время. я думаю, да, есть. Ты талантливый человек? Нет. Я так не думаю. у меня даже, если честно, цель в жизни появилась только в прошлом году. И жил я без нее. его... Ну, тоже так скажу. Много лет. Наверное, как школу закончил. А ты в университет выступал? Меня не взяли, потому что у меня оценки были не очень. И то есть у тебя нет образования? Мне оно не надо. Я без него сам себе директор. Мне никто не указывает в жизни. Я могу плюнуть на все и уйти, собрав инструменты. Вот у тебя, ты говорил, есть еще брат старший, две сестры. Вы сейчас общаетесь? Сейчас нет, наверное, последних. полгода. И опять же, повторюсь, это все зависит только от нас. Хотим ли мы общаться или нет? Я не хочу, допустим, на данный момент. А вот есть у вас общие какие-то яркие моменты из детства? С младшей сестрой есть еще какие-то. С братом старшим. Ну, есть такое, что не сказал бы, что прямо они счастливые моменты, но те, которые запомнились в жизни, то запомнились. Со старшей сестрой она вообще нас воспитывала с младшей сестрой. младшей. Ну, есть, конечно, со всеми есть. Комплимент старшему брату. Если говорить комплименты всем, да, брату и сестрам, можно со старшей сестры начать, она старше меня на 11 лет. Вот когда-то я всегда так думал и почему-то мое мнение не меняется. Старшая сестра такая, что она мама. Она как мама. Она приятная в смысле того. И она тоже не уродина. В семье у нас не было уродов, кроме меня. Старшая как мама, а мама у меня самая лучшая. Старший брат молодец, закончил, выучился, миллионер. Почему нет? Ну он этого добивался, он добился. Упертый. Младшая сестра тоже сумасшедшая по поводу работы. Работает сутками в день и ночь. Ну и не испугалась в конце концов своего выбора по жизни. Но как там дальше у него будет время покажет, я думаю. у тебя есть какое-то яркое воспоминание из детства до школы? До школы? До школы. До школы. помню, как детстве лазили то на крышу, то на чердак. и друг Васи у меня есть такой брат у меня крестный сын у меня. Так любил посрать на этом на чердаке. Хотя ему тут же 10 этаж, тут же чердак. Типа там или вниз? Просто залезть на чердак, там можно ходить, там как вентиляция всякая сделана и тому подобное. Сейчас он закрыт. Ну от всяких подобных вещей. Что-то там не творились. И из-за него то есть закрыли этот чердак? Ну не из-за него, а закрыли из-за нас, чтобы там мы не лазили. Потому что когда мы там лазили люди живут слышат, что-то наверху бегает. А кто может наверху бегать, если там больше никто не живет, там только чердак. А есть какие-то яркие моменты именно из школы? Из школы. Стыдно помню мне было. Плакал я очень. Почему? Потому что проиграл в финале. Мы играли за школу дошли до финала и проиграли в финале. Футбол? Да. К сожалению. Слишком уверены в себе были. Когда проиграли, а очень много людей было из нашей школы, кто пришел посмотреть. Очень много. Было стыдно перед ними, потому что так хорошо шли, шли, шли и пришли. Ты помнишь хорошо своего учителя в физкультуре? Он же подошел ко мне и говорит, Костя, можешь создать команду футбольную, которая бы выступала за школу? У тебя хорошие воспоминания о нем? Да. Одни из лучших. Он единственный, кто пожелал правды, что чувствовалось от всей души. Пожелал мне, вручая, когда нам вручали аттестаты, я сдавал физкультуру и эти дипломы по физкультуре кто сдавал, вручал он. Но я вышел последний, я помню, он шел так, кто занял, ну, кто сдал на низший болтан, и так, вверх, вверх, вверх. Ну, и в конце вышел я, где он и пожелал мне хороших, хороших слов в моей жизни будущей. А так, многие учителя меня не очень любили, я бы сказал, даже ненавидели. Но была это царство тоже небесное, директор у нас такая, которая мне разрешила не ходить на какие-то уроки и не взрывать их, потому что другим-то этот предмет нужен был, а мне не очень до сих пор. Мы можем позвонить сейчас твоему учителю по физкультуре Сергею Евгеньевичу? Можем, конечно. И он кстати тоже был моим учителем в старшей школе. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Здравствуйте. Вам Маша звонит Шибаева, помните, у вас училась? Помню. В общем, тут такое дело, я сейчас снимаю интервью с Костиком Садовским. Не могли бы вы ему, пожалуйста, задать один вопрос? Да вы что, один хорошо давайте. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Здравствуй, Константин. В коем-то веке я услышал ваш голос. Мне тоже очень приятно. Ну, приятно. Ну, что ж, вопрос хочу тебе задать. Внимательно. Знаешь, вот как вы с Андреем все это в школе помните, помню вас это все. В чем сила, брат, он все из фильма все спрашивал мне. Так у меня тоже короткие вопросы. в связи с нашей пандемией. Скажи мне, Костя, кто победит? Человек или вирус? Я думаю, что человек, потому что мне кажется, этот вирус тот же самый придумал этот человек. Сейчас просто идет такое, по моему мнению, геноцид в мирное время, грубо говоря, по отношению государства. А вот смотри, а вот если вот так перевести на счет, ну как в футболе, там 1-0 или как в чьи пользуются, взять вот вирус и человека в чьи пользуются? Мы проигрываем пока что люди, проигрываем вообще разгром, ноль, у нас ноль. Если я еще могу ходить сопроводиляться этому всему беспределу, то они все равно делают такое, что с этими паспортами, которые вообще ни о чем, с этими прививками. я не знаю, я не прививался ни разу, я еще не заболел, ну, у меня, может, иммунитет. Может быть, может быть. Ну, что ж, я очень доволен. Молодец. Держись так, вот это пример, вот это здоровье. Ну, я никогда на него не жаловался, говорю, он тут задавали мне вопрос. Скажи вот еще тогда, вот, я вас помню по школе, да, смотри, ваша энергия там, ну, я имею в виду там, спортивная энергия зашкаливала. А вот сейчас вот как в твоем возрасте? Ведь столько времени все-таки прошло. Как она? На том же уровне? Выше? Может, ниже? Со спортом я сейчас никак, потому как, во-первых, не нахожу я для себя времени, потому что работаю, 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 даже сегодня вот после работы пришел сразу сюда и сказать, чтобы я жаловался на физическую свою форму, подготовку. Нет, мне все, что я делал, наверное, в молодости, с детства, оно мне помогло до сих пор, потому как у меня играет иногда, даже не иногда, довольно-таки часто такой интересный факт, что мне на работе интересно работать не для того, чтобы часы отработать, а со спортивным интересом, а смогу ли я сделать больше, нежели, чем я делал когда-либо, и чаще всего у меня получается это, хоть и физическая работа. Очень интересный подход, мне очень понравилось. Ну что ж, не буду больше тебя задерживать. Приятно было услышать ваш голос, Сергей «Самая, Константин, давай, удачи тебе, твоей семье». Я думаю, обязательно встретимся, какой-то день я все равно выберу, чтобы в школу добраться. Может, меня впустят. И, кстати, с Новым годом. Спасибо вас также. Да? Счастливо, Сергей Евгеньевич. До свидания. Вот, у него есть харизма. Человек с харизмой. Несмотря на то, что родился в поезде. Костик, ты футболист. Не жалеешь ли ты, что в детстве так много лет занимался футболом? Не капелюшечки, но это наверное вот, что любил, то любил. Это было любимое мое занятие. И я жил футболом. Когда-то у меня была травма в 15 лет со спиной. И благодаря 8 месяцев лечился. и потом попросил Андрюшку Медведского, чтобы он мне помогал перед школой на футбольном поле делать небольшую тренировочку для того, чтобы восстановиться. Ну вот приходил он когда мог. Когда не мог, и один ходил. А так я был болен футболом, так скажу. Когда, допустим, я перед каким-то важным боем выхожу на соревнования, то у меня нету такого агрессивного этого клича. Мне главное просто делать покер фейс и просто сконцентрироваться и все. А вот у тебя это как было? Я был настроен всегда на победу. Я хотел выигрывать, чаще всего это получалось. А такое, чтобы прям себя настроить. Больше тренера, наверное, настраивал. и у него получалось. Даже чемпионы были. Ну, соберись. Вспомни, да, как я себя настраивал, какой мой все-таки был клич. Я сейчас пытаюсь вспомнить. У меня не было никогда такой хрени. У меня тоже нету. клич. Клич. А я был всегда настроен на матч. И всегда хотелось обоссаться перед игрой, пока не получишь пас. Когда мяч тронул, тогда весь мандраж проходил. И так как я играл в полузащите справа в последнее время, в последние годы. Я всегда думал, как вернуться назад в защиту и успеть отобрать мяч, чтобы потом уже быть опять в нападении. Но я ловил кайф от этого, потому что вся игра шла через полузащиту. нападающих у нас таких выдающихся не было. Чаще полузащитники били голы. А твои плюсы и минусы как игрока? минусы наверно в том, что я не научился читать игру между срок, а плюс в том, что никогда не боялся взять игру на себя. Тем более, когда команда проигрывала. Я тогда психовать начинал нервничать, никого не видел. Почему одни игроки становятся хорошими игроками, а другие не могут? Потому что одни игроки как Месси на данный момент одарены от Бога. У них это в крови, когда они родились. Он с самого детства вел игру. Если не Месси, то Роналдо это невероятный человек. и все добился не потому, что у него это в крови, а благодаря упорству, тренировкам. И сейчас выглядит даже очень хорошо и привлекательно. А другие просто могут тренера послать и забыть, что такое футбол. Как думаешь, каким спортом занимаюсь я? Спортивным? Каким ты спортом занимаешься? Балетом? А это танец? Гимнастикой? Ну, похоже. Так каким? Боксом. Тоже как гимнастикой практически. Только надо бить людей. Вернее, даже кикбоксом. Как-то нашла себя в этом. Не мой вариант. Я не люблю людей бить. Последний раз, когда ударил человека, долго себя не мог простить. Зачем я опять это сделал? Он напрашивался, он допросился. Но это не оправдание. Это значит, я слабый и не смог себя держать в руках. И это не дело. Тогда так скажу, так спрошу. Объясни, ты говоришь, нашла себя в кикбоксе, да? Больше не в боксе даже, а в кикбоксе. тебе хочется ударить человека по голове ногой? Мне просто хочется это уметь. Не обязательно ударить кого-то, просто уметь правильно ударить. Чтобы не бояться ничего, не бояться выйти на улицу. А так было бы страшно? Не то чтобы страшно, просто не было бы столько уверенности. Ты клапецкая? Да. Ну да, в принципе, если ты, ну не факт. У нас такой есть, Рома Родионов, он не клапецкий, но он закончил тоже школу нашу. не bie... Не ужели будучи клапецанкой всю жизнь страшно идти по улицам нашим? Мне не страшно, просто я считаю, что в жизни может всякое быть и все может пригодиться. И лучше просто уметь заранее себя защитить в любом случае. Ну, не сможешь ты себя защитить, если человек уже захочет тебя, правда, вырубить или того хуже. Сигмас у нас был такой по физкультуре, учитель. Здоровый мужик такой, выше меня, как два Андрюхи, одна ладонь, как боксерская перчатка, если он делает кулак. Ну, вот топором убили. А мужик здоровый, и от этого как бы никто не застрахован, я думаю, так. Я не думаю, что тебе поможет, но так для себя, конечно, спорт, он супер, чувствуешь себя немножко по-другому. Вернемся чуть к футболу, а кто был твоим тренером? У меня их было два, когда я начал ходить на футбол. Тренировали, тренировался я четверых, наверное, тренеров, насколько помню. Это первый мой тренер был Алондерис, который научил сильно ударить по мячу. Сильно, правда сильно, я умел на тот момент ударить сильно. Скорости бегать. Вырос просто очень быстро за год. Ну, и появилась скорость мощная. Ушел от него, потому что он тренировал старшие года, и мы не участвовали с этой командой нигде, ни в каких соревнованиях. И мне предложили перейти к Тимофееву, тренеру. Анатолий до сих пор тренирует детей. И, в общем, там не то, чтобы он научил технике, но дал больше понять, как себя вести на поле. А в промежутках, бывало, что Алондериса нету, там болеет или еще что-то. Еще нас тренировал иногда Ивашкевича. Вот он на технику очень умел. Натренировать людей. Но не так, как Артем. Артем это такой маленький человек. Раньше с трусой бегал постоянно по городу, но сейчас уже он старый, я видел. До сих пор ездить на велосипеде. Не ездит он на машине или транспорте, как он. Это помимо велосипеда. Постоянно живчиком. Он меня научил Маквам крыть конкретно во время игры. Когда играешь, и у кого-то что-то не получается, то можно наорать. Но всегда подходил после тренировки. И похвалит тебя, скажет, что хорошо ты сделал, что плохо. В чем надо сделать акцент на тренировках. В чем довольно-таки хорошо получалось. Норкус был у нас такой в школе учитель, который решил потом все-таки стать тренером по футболу. С нашим классом он отказался играть в футбол, помню. И больше я его не очень признаю, как тренера. Если ему дали слабых игроков, он сразу сдался, потому что неинтересно ему играть. Я вспомнил, что после этого мы играли как раз за класс по школе в соревнованиях. И у нас все футболисты практически послали конкретно на три веселых этого учителя. И он сказал, пока не извинитесь, никто из вас, кто это сказал, участвовать не будет. Ну и тогда я один остался. Я и Андрюха, по-моему, остались. Вдвоем. Проиграли мы тоже тогда. Обидно. Костик, а какое твое самое высокое достижение в футболе? Приведи вот пример. Забил профессиональной футбольной команде по мини-футболу. Команда была Коуна Егерей. Мы тоже выступали под тем же самым названием. Это я, когда служил, играл за батальон. И мы вошли в полуфинал с ними. Но, как оказалось, они профессионально играют на этом поле. И очень умело, технично умели и открываться, и защищаться. Мы проиграли 3-1. Но я забил гол. Проиграли 2-0. Я забил в конце первого тайма один. Ну и все. И второй тайм я встал в защиту. Мы только один гол пропустили. Ну, 3-1. Все равно проиграли. Поэтому только 3-е место. Сейчас Константин имел в виду егерю батальон. Это армия. Но об этом мы чуть позже поговорим. А пока еще парочка вопросов из футбола. Как ты думаешь, на тебя равнялись другие спортсмены? Сомневаюсь. Нет. Я думаю, что нет. Потому что не был я никогда таким идолом в футболе, чтобы на меня равняться. И я не думаю так. Я делал то, что мог на тот момент лучше. У меня получалось. Единственное, что остановило меня мое здоровье. Вот и все. А сам бы ты смог стать тренером? Думаю, нет. Потому что я не умею объяснять. Думаю, что нет. Тем более с детьми. Думаю, нет. Тяжелый труд. То есть, получается, хороший тренер – это тот, кто умеет объяснять? Доступно для детей. Так, чтобы ребенок каждый понял. Который имеет индивидуальный подход к каждому ребенку. Которого нету ни любимчиков, ни аутсайдеров. Которые смотрят на своих детей. Да, там, ты получше, ты похуже. Поэтому я вас в пару поставлю. Я бы так делал. Сейчас будет медсоцена. Представим, что я игрок, а ты тренер. Давай. Вы тренер. Я что-то ссу туда идти. Сейчас они меня в раздевалке. Они угрожали. Я не знаю, я боюсь. Не бойся. Не бойся. Как мне тренер когда-то сказал, ты сейчас выйдешь и забьешь гол. Оставалось две минуты играть. А если они меня дают, да, потом? Ну, это все проходили, не переживай. Накажут всех потом. Надеюсь, скажешь, кто тебя побил. Всех били. Особенно его шкаришься, ребята. Костя, продолжи. Клайпеда – это? Это мой город любимый, незаменимый. Где я всю жизнь рос, да, пришлось побыть с иммигрантом какое-то время. Понять, что такое, когда говорится в поговорке, везде хорошо, где нас нету. Вот это я понял для себя. И все-таки я выбираю Клайпеду. Несмотря на то, что это Литва. Хотя Литва не настолько для меня плохое место, чтобы развиваться, идти дальше. Это мой город. А Литва? Литва – это так, чтобы никого не обижать. Моя страна, в которой я родился, которая дала мне гражданство. Если бы ты писал книгу о футболе, как бы она началась? Как бы она началась? Умри, но выиграй. Я хотела принести одну книжку Шаруна Сабартеса насчет кинорежиссуры. Забыла. Очень рекомендую. Она должна была тут стоять, но вместо нее пусть свеча постоит. Ну, ничего страшного. Я, в принципе, этим ремеслом не собирался никогда заниматься. Я в основном люблю посмотреть фильм. Даже не критиковать, а галочку поставить для того, чтобы я его видел. Фильм неплохой или плохой? По отношению ко мне. Понравился или не понравился. А ты Бартуса знаешь? Не, не видел никогда, не слышал. И навряд ли услышал. Кстати, еще одна рекламная пауза. А кто он такой? Кинорежиссер. А что он снимал? Ну, я смотрела фильм «Дом всем невидимых людей». Интересный? Ну, кому как. Один раз посмотреть и галочку поставить. Да. Сейчас будет у нас рекламная пауза. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мы ссылочку оставим. Но у меня на сиськах тут будет. Так вот. Играешь ли ты в компьютерные игры? Плейстейшн могу поиграть. Но на данный момент у меня его нету. И единственное, во что играю, это в телефоне, в одну игру. Раздеваю нарисованных женщин догола во всех позах. И довольно-таки прикольная игра. Ну, не для детей. А с другой стороны, очень жалко, что в детстве у меня не было такой игры. Какие у тебя еще в жизни интересы? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что мне интересно. То есть у тебя вообще нет никаких интересов? Нет. Интерес в жизни, может, он такой. Сейчас, как дети растут, очень интересно наблюдать за тем, как они развиваются. Как они мыслят и поступают. Допустим, как сын мне младший говорит в первый класс, когда пошел, там девочки очень наглые такие были. И постоянно лезли к нему. Он мне об этом говорил. Я предложил взять девочку за волосы и ударить об парту головой. Один раз. Ну, чего он боится, что его будут ругать. Классный руководитель. Он, конечно, не сделал это. Каким-то образом другим он выяснил эту ситуацию. А так, чтобы интересно было. Интересно, что будет дальше. Шахматы. Я шахматист. В шахматы играешь? Да. Я мастер спорта. Уже 15 лет, почти 16 лет уже занимаюсь. Тебе это интересно? Да. Потому что это уже стало частью моей жизни. Я уже не представляю свою жизнь без этого вообще. Тебе интересно, сколько лет ты проживешь? Нет. Почему? Зачем это знать? Потому, понятно. Ну, мне интересно, например, иногда узнать мое будущее. Я могла раньше ходить к ясновидящим, узнавать. И, кстати, все они говорили одно и то же. Ни хрена мы не знаем? Нет, они говорили, что со мной случится. И все говорили под одно и то же, как под копирку. Ты представляешь свою семью в будущем? Я представляю своих детей. Каким образом, если ты говоришь, что ты не любишь? Ну, в смысле того, что это самое страшное для тебя. Как ты будешь делать детей? Нет, именно я... Не любя человека. Я люблю людей. Я не говорю, что я там бесчувственная. Просто, видимо, у меня еще не было в жизни взаимности. Ну, это еще все впереди. Главное, не ошибись с выбором. И не спеши. Потому что, если вот говорить о детей, и как я вижу свою семью, я вижу, допустим, своих детей. Я могу представить, как они будут выглядеть. Но я не вижу и вообще не представляю человека, который будет рядом. Как отец этих детей. Пока я не могу себе этого представить. А ты добиваешься чаще всего в жизни всего сама? Или тебя кто-то наставляет? Ну, наверное, в основном сама. Конечно, нет такого, чтобы я делала вообще все без чьей-то помощи. Но если я чего-то захочу, то я сама в основном чаще всего могу этого достичь. Потому что я считаю, что нет ничего невозможного. А мотивация тебе для этого нужна? Да. Я сама могу себя мотивировать. Еще меня очень мотивируют другие люди, которые говорят, что мне ничего не получится. Вот. Меня это мотивирует всегда. Потому что мне почти все так говорят. А когда ты делал детей, ты любил? Ну, так скажу, что да. Что я испытывал. Что к одной женщине, что ко второй женщине. Это было уже не страсть. Это было... Я не знаю, как это назвать. А вы женаты были? Со второй женщиной, да. С первой нет. Но вы уже в разводе. Угу. Выбор за мной был. Я так решил. Как решил предложить... Быть замуж за меня. Так и... Сделал так, что ушел. И не сожалею. Не первый раз, не второй раз. Единственное, что... Дети ни при чем. Угу. Что у них папа не очень адекватный. А какие у тебя отношения с друзьями? В основном братский. Потому что... Друг... Он для меня как брат. У меня даже... Родной брат не настолько мне... В жизни помог. Сколько друзья. Брат не умеет мой... Со мной разговаривать. Единственное, чем он может помочь. Тем, чтобы жил еще сто лет. Без всяких бед. Вот ты вот со мной общаешься. Как ты думаешь, я адекватный человек? Я думаю, что ты довольно-таки адекватный человек. Но немножко схованный в себе. Нет. А почему ты так думаешь? Ну, может... Потому что... Я более... Человек искусства. И... Вижу, когда люди... Открыты. И когда скованы. Ты больше скована. Потому что молодая. Я не думал, что ты в будущем будешь такая же. Ты поменяешься. Пусть немного, но... Я думаю, да. А как ты думаешь, я... Тонкий, хрупкий человек? Или нет? По отношению ко мне пока что да. А так, какая ты на самом деле, я даже не представляю. Вот... Если бы мы встретились когда-нибудь за камерой. И... Пообщались. Свободно. Без напряга. То, может быть, я и поменял бы свое мнение. Как думаешь, сколько мне лет? Так, как ты уже говорил, это 20. Разве говорила? По радио говорили. Вот смотри, тут лежит шахматная доска. У меня есть фигуры. Как ты думаешь, кто ты на шахматной доске? Доска. А кто ты в жизни? Человек. Человек и все? Разные люди думают обо мне по-разному. Я думаю, что о себе... Чего я не замечаю. Я не умею посмотреть на себя со стороны каждый раз. Как на шахматную доску. А я вот смотрю на тебя, Костик. Я думаю, что ты конь. Конь? Ну, это меня так называли, пока я в футбол играл. Вот именно в этой полузащите. Потому что... Ну, и бегал много, и бегал быстро. Я больше думаю, что я прямолинейный, как или башня, или... Это дама, или кто там королева. Я думаю так. Я вот на тебя смотрю и думаю, что ты молодец. Молодая молодец. Костик упоминал, что он служил в Каунасе, в ягерю-батальоносе. Можешь еще рассказать вкратце, как там, какую позицию ты занимал? Ну, во-первых, не просто ягерю-батальонос, а элитинес витал-то диджи ягерю-батальонос. Почему? Ну, он спец-пайгас. Мы были последние призывники, которые там... Которым посчастливилось там отслужить. И этот год, который там провел, мне предоставил, наверное, на лет 50 жизни. Если ссылаться на то, что смех удлиняет нашу жизнь, да, то я там насмеялся достаточно много. И не жалею о том, что познакомился с этими людьми, которые служили со мной. Было интересно, так скажу. Приведи пример какой-нибудь шутки из армии. Смешно было то, что... Когда были перекуры, просились ребята выйти в курилку. Ну, вот кто курил, тот курил, а кто не курил, тот туалет имел. Вот было смешно. Я туалеты мыл до какого-то времени. А потом решил, что я лучше буду курить. И вот курю до сих пор. Там и все попробовал. Ну, после этого попробовал все. Практически. Из нелегального и легального. Дежурил я когда-то. Какие-то сутки дежурили. Втроем. В части. Ну, и с утра нам надо было всегда бумажный отчет, эти папки сдать на проверку, что все ли хорошо. А когда кто-то заходил из старших, начиная, наверное, от плачевого сержанта, мы-то все рядовые были, то надо было всегда всегда крикнуть там, что пришел старший и тому подобное. А я после ночи не спал. Очень спать хотел. Даже не видел, что он прошел. Я только услышал, что мне говорят, Садовский, что это было отжимание. Пока я задавал вопросы, у меня выросло 400 отжиманий. Ну, и это надо было... Он в одном конце коридора, а я в другом. Коридор метров 30, наверное. Если не больше. Ну, вот я пока делал отжимания, я должен был, помимо того, что делаю, говорить числа до 400 и отжиматься настолько громко, чтобы он слышал в том конце. Если он не слышал, он переспрашивал. Допустим, я сделал 250 отжиманий. Но когда ты делаешь уже отжимания и тебе тяжело, то ты не можешь так выдохнуть громко, выдохнуть и громко, так сказать, как первое отжимание. Ну, и раз он не услышал 250, он переспрашивает 230. Ну, и тогда ты уже понимаешь, что лучше ничего не говорить, и говоришь, да, 230, и делаешь дальше. То есть, получается, до армии ты не курил? Да, типа того. Когда-то в школе попробовал с одноклассниками, которые курили, покурить. У бати Астру воровал без фильтра. Батька Астру курил. Сейчас, по-моему, нет таких сигарет. Ой, а вот что ты еще в школе такого попробовал? Может, с барышней целовался? Я так скажу, не то, что целовался. Первая любовь у меня была в школе, когда я еще верил в искренность, в чистоту. И тогда я, наверное, да, по-настоящему был влюблен. И это не только поцелуй. Секс тот же самый. Уже после школы разочарование, слезы, обида. Что меня более-менее закалило на будущее. А вот секс был именно не в школе, да? Ну, блин. Ну, давай пусть будет так. Ну, чтоб никому не было обидно. Алкоголь был? В школьное время, но не во время уроков, я так тогда скажу. А алкоголь ты в школе употреблял? На трудах с ребятами. В 13 лет, если честно, я попал в реанимацию в реанимацию нашей детской больницы от алкогольного опьянения. Меня прочистили. Убежать я хотел ночью. Только одежды нам никто бы не дал. Дебошир я с детства. Не понимая, что делаю на самом деле. Мне было бы неприятно увидеть своего сына в 13 лет, который не может встать на ноги из-за того, что он пьяный. Люди, не выбирайте наркотики, выбирайте счастливую жизнь без них. Это дело каждого, что он выберет в жизни, по жизни. Но ни алкоголь, ни табак, ни какие-то наркотики счастья не принесут, по крайней мере, по жизни. Счастливыми делаем мы себя сами. Наше мышление делает нас счастливыми. Никто не говорит, что стоит быть абстинентом по поводу всего, но не советую. Просто потому, что знаю. Нужен ли брак в современном мире? Я думаю, это решает уже каждый себе человек для себя. А мне он ничего не дает в брак. Он ничего не дает. Фамилию дать женщине не все берут. Зачем вот этот брак? Что он дает? Я не знаю. Дело каждому. Я так не собираюсь больше. Тебе нужен брак? Ну, я считаю, что в принципе я согласна, что лично делала каждого, но мне бы хотелось. Взар копеть? Паренька какого-то? Взар канить, в смысле? Ну, типа, все равно хотелось бы вот эта свадьба, вот это все. Погуляй на чьей-нибудь и все. Оно намного прикольнее, нежели чем когда вот этот весь марафет. Ну, может, это каждая девушка хочет, только главное не ошибиться. А вот как это звучало, когда ты говорил, девушке, я тебя люблю? Прямо так и ответить? Я тебя люблю. И все. Для меня, если честно, вот эта фраза не имеет смысла никакого. если ты это вынужденно говоришь. В смысле я никогда не любил отвечать на этот вопрос, когда меня спрашивали. Ты меня любишь? Я это холодно, во-первых, И без чувств. На что в конце говорил, я тебе уже один раз говорил, если что-то поменяется, я тебе обязательно скажу. Если говорить, я тебя люблю постоянно, то нету смысла никакого. Нету той интрижки, которая заставила бы тебя бояться этого. Аннулируются эти слова, эта фраза вся и ничего не стоит. нежели когда ты хочешь это сказать и боишься в этом сам себе признаться. Но ты хочешь, чтобы тебя услышали. А вот это настоящее искреннее я тебя люблю было? было? было. Было, но я не хочу больше этого. Посмотри на меня и как ты этому человеку вот это сказал с теплотой? Там наверное больше я заикался, нежели чем теплота чувствовалась. Потому что это было сказать страшно, нелепо, скорее всего даже глупо. но я говорил это искренне и я тогда на тот момент, когда первый раз это говорил, я прям видел этого человека везде, всегда. Настолько мне хотелось быть рядом с ним. А вот я тебе нравлюсь, ты бы встречался с такой, как я. симпатичная красивая девушка, не встречался бы, потому что ты слишком молодая и тебя испортить я туда не хотел. Давай будем смелыми и проговорим эту фразу. Вот смотри, да, я могу. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Я ты я л б л ю т е б я Давай скажем друг комплименту. Ты молодая, офигенная такая прям секс-бомба. Привлекательная и заметная. Даже несмотря, что ты не рыженькая. Ты 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 как это сказать мне нравится, как ты выглядишь. Например. ты меня еще голым не видела. Что делать? Представь ребенок плачет. И мой ребенок пусть плачет. А можешь мне его вернуть? У него во рту что-то застряло, поэтому он плачет. Хрень какую-то врод засунул. Костик, давай придумаем хайку на тему того, откуда берутся дети. Давай попробуем. Мой пример. Ну? Одна нога, вторая нога, он между этим. Так, да? Ну давай у меня так. Мужик и тетка что из фарша. Не знали, что там будет дальше. Но выросло оно без фарша. Ну, это лучше, мой. Поэтесса Соломонова спрашивает тебя, будет ли любовь полной, если нет никакой боли? Будет ли любовь полной, если нет никакой боли? я не знаю, а я вот ее бы хотел послушать, чтобы она, что она имела в виду. Я не знаю, я вообще не хочу говорить про любовь, потому что это слабость. слабость, слабость, где ты становишься мягкий, бесхребетный, как жижа. Ты имеешь в виду каблуком? даже не каблуком, безумным. Невозможно быть каблуком и под каблуком и любить в одно и то же время. я не понимаю, я не понимаю таких отношений. А тебе бы понравилось, чтобы тогда был парень под каблуком твоим? Или ты для этого и ходишь на кикбок? Не знаю, у меня еще не было любви без боли, она тоже не была полной, поэтому не знаю. Я не хочу об этом говорить. А как ты думаешь, любить надо любого или только того, кто достоин любви? Любить не надо. Почему надо любить? Нигде не написано, как надо любить. Я вообще ссылаюсь на дикую природу. Мне кажется, что там все является правильно и чисто. И посмотреть, как себя ведут животные, то там любовь не в том, что они говорят себе какие-то ласковые и нежные слова, фразочки. У них все просто. Я думаю, так. А если бы ты писал книгу о любви, то как бы она начиналась? Я бы не писал книгу про любовь. А если писал бы книгу о разлуке? Тут только с матом. Почитай мне сказку, представь, что я маленький ребеночек. Ну, во-первых, не представлю сказку. Сейчас представишь. Костя, почитай мне сказку проезжали Апольда. Апольда. Это интересная сказка, да. Проезжали Апольда. Короче, жили-были как-то раз еж и кот там, камаз. Под камазом они жили, так как никого не было в кабине. Леопольд, конечно, кот, но а еж просто поет. Раз, короче, вылез крот и говорит, что же вы, слышь, еж и кот, не смешите. Сейчас разорвет, разорвет меня на части еж как Леопольд отчасти. Ну и еж стал Леопольдом так, как фильм смотрел с Арнольдом. Перестал бояться он этого кота. Гондон. На колючке свой раз кота насадил как раз больше не было кота. Еж стал еж имя забрал Леопольд. Ну вот так и жил потом еж как Леопольд мне понравилось перед сном бы слушала. Это да, это хорошая сказка, добрая. Костик, давай тогда реальную сказку, например, Пушкина. Там много страниц можешь с 14-й. Давай, выберу так сделаем, знаешь, как наугад выберу число и попробую с новой строчки. Пусть будет число, ну так как 19, значит 19. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да и дача десница какая. Орешки все грызет, а орешки непростые. Скорлупы золотые. Двухсмысленная эта самая мысль такая про Белку. Мне эта сказка неинтересна, я ее знаю наизусть. Про Леопольд же интереснее. Да, 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 это вы сочинили сами на ходу? Читал. Вот в молитве ты бы попросил у Бога любви или чтобы он повысил тебе зарплату? Какого Бога? Ну Бога, который существует. А где он существует? Я заметил. Ну что бы ты попросил бы больше? Что бы ты хотел любви или зарплаты? Зарплаты. Жил такой поэт Борис Рыжий, который покончил жизнь самоубийством. Его предсмертная записка звучит так. Я всех любил, без дураков. Вот как по-твоему не сдаваться, не грустить и не впадать в депрессию? во-первых, поставить цель в жизни, к чему бы стоило стремиться идти и не разочаровываться в том, когда ты спотыкаешься где-то, у тебя что-то не получается. Не будет никакой депрессии. Давай посчитаем его стихотворение по столбику. Сначала ты читаешь один столбик, потом я, и вот так вот по очереди. Можешь начинать. Благодарю за все, за тишину, за свет звезды, что спорят с темнотою. Благодарю за сына, за жену, за музыку бесплатную, за стеной. Зато благодарю, что скверный гость ей все-таки довольно сносно встречен. И для плаща в прихожей вбили гвоздь. И целый мир развалили мне на плечи. Благодарю за детские стихи, не за внимание вовсе, за терпение, за осень, за ненастья, за грехи, за неземное это сожаление. За Бога и за ангелов его, за то, что сердце верит, разум знает. Благодарю за то, что ничего подобного на свете не бывает. За все, за все, за то, что не могу, чужое горе помня, жить красиво. Я пережизню в тягостном долгу, и только смерть щедра и молчалива. За все, за все, за мутную зарю, за хлеб, за соль, за тепло родного крова, за то, что я вас всех благодарю, за то, что вы не слышите ни слова. Ну что, давай сделаем селфи. Давай. Надеюсь, что что-то полезное для себя вы возьмете. Может, осудите то, о чем я говорил. Но от себя могу сказать, что быть счастливым надо оставаться самим собой, во-первых. Ну, а вам всем чистоты в жизни, искренности и взаимопонимания. Ну что же, это все для того, чтобы все мы людьми оставались милосердными, добрыми. Удачи!